Я сегодня хочу немножко побыть мразью А ты, Ангелина, вообще с чего решила, что ты можешь быть фотографом? Фильм «Секрет» смотрит 28 раз на дню Что нам делать? Красные трусы на люстру Сам обряд Необходимо на листе бумаги сверху написать вопрос Это самый денежный обряд Анализ — это фигня полная Это все делают, я по-другому хочу Ну толку-то от этого Ну нет никакого Человек вообще не эволюционировал Микрофишечки, они уже, в общем-то, не нужны Ну тут ничего не поспорено Ну ничего с этим не сделаешь Спасибо Всем привет, меня зовут Валия Валинара И вы на канале про бизнес и необычные профессии И сегодня у нас новый формат Формат разборов Мы сегодня будем работать с мышлением и твердыми бизнесовыми инструментами И у меня в гостях Ангелина Павловская Это фотограф и по совместительству сотрудник таможни Лена Вселенная Это основатель первой эзотерической ассоциации в России И Александра Фролова Бизнес-тренер, специалист по продажам для экспертов и бизнеса Мы будем сегодня разбирать Ангелину Ангелину – мысгерой, и это прекрасно Ангелина, расскажи, с каким запросом ты к нам сегодня пришла Меня зовут Ангелина Павловская Я фотограф, как уже сказала Ленара Мой главный запрос – это масштабировать свой бизнес Больше снимать, больше клиентов Сейчас я развиваю контент-съёмку для экспертов в основном Работаю с архетипами Хотелось бы прийти сейчас к такому уровню Десять съёмок в месяц контента именно Ну и какие-то параллельно, конечно, творческие проекты Съёмки «Женский портрет» я снимаю Уважаемые гости и зрители, я сегодня хочу немножко побыть мразью Поэтому позадаю такие, знаете, вопросы очень неприятные Хотя у нас абсолютно безопасное здесь пространство И больше поддерживающее Но я вот на стороне этих хейтеров, которые смотрят Такие, а ты, Ангелина, вообще с чего решила, что ты можешь быть фотографом? У нас заводы стоят, одни фотографы в стране Таможня без хороших специалистов Можно сказать, в убытке, в упадке И вообще страну поднимать с колен надо Ангелина, почему ты решила, что фотография – это твоё? Слушай, я согласна, в страну-то надо поднимать с колен Но я уже много сделала для таможни И я решила, почему? Потому что фотография – это моё Просто без объяснения Просто Это я объясню, не переживайте Да, у нас есть специально обученный человек Нет, на самом деле мне нравится снимать Я чувствую людей, я понимаю, что им нужно То есть я могу донести смыслы У меня много отклика, хотя я даже изначально не училась То есть какие-то курсы проходила У меня было очень много отклика И я за этим откликом и иду И за своим внутренним, и людей, которые вокруг меня Сейчас самое время подписаться на канал И обязательно вставить фотографии и работы Ангелина Они, правда, потрясающие Да И на все соцсети наших героев и экспертов Нашего героя-эксперта Тоже можно подписаться по ссылкам в описании Спасибо, что смотрите Ангелин, давай всё-таки немножко ещё про твою историю с таможней Потому что это такая же вытрепещущая тема, мне кажется, для каждого Потому что в найме очень много есть людей Которые такие Я ненавижу эту работу Я не хочу сюда приходить ни в коем случае Но деваться мне некуда Потому что у меня там ипотека, дети, квартиры Всё что угодно Ты причём прошла огромный путь То есть ты училась, как положено на сотрудника таможни Ты долго там пыталась устраиваться У тебя всё классно получалось Что ты чувствуешь и какие мысли тебя посещают Когда ты вот каждый день приходишь И вот свои папочки начинаешь перебирать И как ты вообще решилась на это всё? На что именно? На заможни? Не знаю Нет, уйти из-за стабильной работы С прогнозируемой пенсией Вот в эту историю, где есть клиенты Нет клиентов Непонятно, что будет И ещё таких же, как я, очень много Ну и Мой ответ такой же Это мне нравится Я не хочу потом вспоминать Как я работала 20 лет в офисе, в таможне И поэтому я хочу попробовать Лучше попробовать, чем не попробовать Соответственно, в любой момент я могу идти, вернуться Нет, я даже скажу Я в любом случае, даже если я У меня не получится фотографии Даже если мне придётся работать в найме То это будет не таможня Потому что я её переросла И не хочу Даже вот, может кто-то отправит В таможню это видео И меня уволят сами Решение вопроса Да То есть вот Надеюсь, ответила на вопрос Однозначно ответила Иногда просто достаточно Не хочу И всё, и этого достаточно Ангелин, я предлагаю Передать слово нашему эзотерику Лене Вселенной Это человек, который Создаёт невозможное Она в госорганах умудрилась Зарегистрировать ассоциацию эзотериков Ну, это уже невозможно Начнём с этого Люблю Нарушать стандарт Стандарт Лен, давай ты сейчас расскажешь Про то, в какой методике И технологии мы будем работать С Ангелиной Немножко пару вводных И обязательно сделаем скрин Того, как эта вся штука Правильно выглядит Да, это будет очень интересно Сегодня с Ангелиной мы будем работать По методу матрицы судьбы Это один из самых моих любимых методов Я изучила более семи направлений В нумерологии И матрица судьбы В целом Тоже относится к нумерологическим методам Потому что рассчитывается только подать рождение Без учёта времени, места И других вводных факторов Это дизайн человека, нет? Дизайн человека Это отдельное направление Human design Немного другая вообще история Но тоже один из самых отличных методов Которым можно поисследовать себя Я вообще за то, чтобы люди Исследовали себя с разных сторон Да, возможно, когда вы пройдёте Human design Матриц судьбы Расклады ТРО Там нумерологию И астрологию У вас уже не останется Тех граней для исследования Которые хотелось бы поисследовать Но в любом случае Каждый метод Он подтверждает предыдущий И даёт Какую-то Какую-то пищу Для размышлений дальше То есть какую-то грань Он всё равно подсветит Какие-то нюансы Покажет Лен, можно Настало время Мразотного вопроса Давай Скажи, пожалуйста Вот все Тарологи Нумерологи Оологи Все остальные Чего-то мы там сами себя исследуем Я вот вообще обожаю это всё дело Туда хожу Сюда хожу Ничего не понимаю Но мне очень нравится Почему одни помогают Другим нет Всё зависит от действий Да Одно дело составить Матрицу судьбы И положить её Ну один раз прочитать Положить её в полку И поставить галочку И сделать матрицу судьбы Ну совсем другая история Когда мы берём матрицу Понимаем Как эти коды в жизни встроить И начинаем действиями их встраивать Самый банальный пример Он, кстати, будет полезен И нашей героине Потому что у неё Один из денежных кодов Как раз 21-й Это Аркан Мир Как его настроить на плюс Чтобы он приносил Максимум пользы Это изучение иностранных языков Причём абсолютно любых Если очень сильно хочется Можно Ну Почему-то все сразу говорят Там У меня не получилось Английский выучить Я такая Ну у нас кроме английского Ещё очень много языков Которые можно учить Ангелина, на казахском Могу с тобой ещё изучить Поговорить Да, я знаю Немножко турецкий И русский матерный Думаю, что второй язык Знаком Большей части Я, кстати, недавно Как раз думала, что надо Испанский изучить Мне очень нравится Испанский То есть, да По внутреннему отклику Смотреть, что Если тебе нравится Испанский Иди в изучение Испанского языка Не обязательно Его до уровня Там С1 доводить Да, чтобы Прям В Испанию Прям без визы Без всего Типа Ты по-нашему Настолько хорошо говоришь Что даже мы тебя не понимаем Вот Просто В кайф это делать Когда ты делаешь В кайф Тебе мир ещё больше Возможностей подкидывает Которые можно реализовывать В целом У тебя В центре Твоей матрицы Десятый код Это колесо фортуны И он нам как раз Говорит о том Что офис Рутина Пятидневка Жёсткие рамки Вообщение для Ангелины Я не представляю Как ты работала в таможне Ну точнее представляю Мне Несколько жалко Даже становится Потому что Десятый очень творческий По реализации Потенциал Поэтому У меня Абсолютно сошлось Что Ангелина Ушла в фотографию И здесь ещё Несколько Очень интересных кодов Которые Помогут Ангелине В целом Выстроить понимание себя И реализоваться Как фотограф Но также Это история Про масштаб Потому что Одиннадцатый код Он очень сильно Похож на Атомную электростанцию И если использовать Его на маленькие Какие-то цели То Непонятно Зачем Такой Как бы Большой Потенциал энергии Дан Поэтому Я бы рекомендовала Выходить на Какие-то крупные Проекты В том числе Работу с брендами Либо с чем-то Таким Если ты хочешь Развиваться Именно в контент Съёмки Для Я решила Погрометь Всем Если ты хочешь Развиваться В контент Съёмки Дальше Ну вот Эксперты То следующая ступенька Я бы выбрала Всё-таки Работу с брендами У тебя Это отлично Получится У тебя Есть уже Базовые Компетенции Базовые Энергии Которые Позволяют Это сделать Важно Просто Их Распаковать Дать им Немножко Распрямиться Расправиться Чтобы они Себя Комфортно Почувствовали И ты себя С ними Тоже Комфортно Почувствовал И дальше Уже Идти На ступеньку Выше Потому что У тебя Не одна Одиннадцатая Энергия А зная Себя У меня Их пять Если что Вот Это жуткий Трудоголизм Поэтому Рекомендация Моя Сначала Перед тем Как ты будешь Планировать Съёмки Расписать Себе Выходные Ну то есть Сначала Выходные Потом Весь Рабочий График Я что-то Не замечала За собой Эту Голизм Есть матрицы Абсолютно Творческих Людей И тогда Я рекомендую Им Найти себе В партнёра Человека Системного Стабильного Чтобы он Хоть как-то Это всё Дело гармонизировал У тебя Баланс Энергий Творческих Баланс Энергий Системных Поэтому Не вижу Вообще Никаких Препятствий Чтобы ты Пошла Именно В фотографию Как в бизнес А на минусы Есть там Какие-то Минусы Допустим Матрицы Или что Под улучшить Ну вроде Я поняла Я правильно иду Ты знаете Это вот У соседа Трава зеленее Мы Даже не отработав Те коды Которые у нас Уже есть Вот то богатство Которое у нас Есть Не приняв Такие А у него там На одно яблоко Больше в корзине Почему у него Такие яблоки У тебя апельсины Вообще могут быть Может у тебя На яблоке аллергия Но мы смотрим Куда-то Прежде чем Отработать то Что есть у тебя Поэтому я Всегда за то Чтобы не рассчитывать Там матрицы Партнёров Что у него там Такое может быть Чтобы у нас Построились Гармоничные отношения А сначала Разобраться с собой Заняться с собой Отвалить вообще От всех Реализовать Тот потенциал Который есть В вас самих И дальше уже Вы не поверите У вас и отношения Начнут гармонично Складываться И деньги будут Ну гораздо проще Зарабатываться Не буду говорить Это мейнстримное В лёгкости Спасибо Недавно кстати Про деньги в лёгкости Обсуждали Вот Тоже очень интересный Такой инсайт У меня был Если интересно Могу поделиться Может быстрее Пожалуйста Мы сейчас все Пойдём в лёгкости И радости зарабатываем Все говорят Про деньги в лёгкости Но очень интересный момент Что они упускают До этого два шага Очень 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 показательно Это будет на спорте Да Чтобы Получить что-то В лёгкости Необходимо Внутреннее напряжение Сложить с внешним напряжением А потом расслабиться И получить всё это В лёгкости Сейчас объясню На спорте У нас возникает Внутреннее напряжение То есть мы должны Пойти в зал Ну то есть это вот Прям надо себя заставить Особенно если ты туда Никак на прогулку ходишь Заставить и прийти Это внутреннее напряжение А затем необходимо Внешнее напряжение Всё-таки в зале испытать Ну то есть не сфоткаться У зеркала и уйти Да Дима я был Вот А всё-таки в зале Что-то поделать Упражнения С тренером Возможно на дорожке Поделать Но какую-то физическую Активность проявить То есть внешнее напряжение Оно должно быть Но самое интересное Что мышцы растут И всё вообще Тело происходит Вот формирование Да Этого рельефа и всего В тот момент Когда вы расслабляетесь Поэтому вот Типа Семь дней Тренировок в зале Они неэффективны Эффективны Тренировки там Два-три раза в неделю Когда у вас есть Период восстановления Когда в этот период Как раз и формируется Мышечный каркас То же самое с деньгами Нам необходимо Сначала внутреннее напряжение Испытать И принять решение О том Что да Мы хотим зарабатывать деньги Почему говорю Принять решение Потому что Есть люди Которые просто Хотят зарабатывать деньги Но внутреннее Они решение Их заработать не приняли Они хотят хотеть Зарабатывать деньги Мне кажется И вот это вот Как бы Хочу хотеть Оно годами Никак не меняется Сумма меняется А вот хотение Хотеть не меняется Когда вы приняли решение Что да Я пойду И я буду зарабатывать эту бесконечную сумму, вы переходите к внешнему напряжению, то есть вы делаете действия, которые гипотетически могут вас к этой сумме привести, а могут и не привести. То есть вы тестируете гипотезы и проверяете вообще реальность на вкус. А потом, когда вы расслабляетесь, и у вас, допустим, 10 протестированных гипотез, вы сидите такие, ага, вот эти две сработало, и их было мне легче всего сделать, я могу сконцентрироваться на них, и уже внешнее усилие, внешнее напряжение направить на конкретно эти две гипотезы. И когда вы расслабляетесь, у вас уже какой-то вот мыслительный процесс, и стратегия выстраивается в зарабатывании денег, и, соответственно, они в легкости и получаются. Вот. Важно не забывать просто предыдущие два этапа этого процесса. Просто расслабиться не получится. Да. Эх, чёрт. Волшебной палочки тоже нет. Уходим. Расходимся, девочки. Замманули. Лен, давай ещё, я насколько знаю, ты методом самопрограммирования занимаешься, работаешь с подсознанием, там всё очень интересно. Может, какие-то конкретные методики, вот прямо Ангелина завтрашнего дня там деньги на Луну показывает, дневник самопрограммирования заполняет, фильм «Секрет» смотрит 28 раз на дню, что нам делать? Красные трусы на люстах. Вот, да, тогда ещё я забыла. Мы забыли про самый действенный способ. Что можно делать? Необходимо в первую очередь установить для себя ту сумму денег, которую ты хочешь зарабатывать. Потому что я услышала в твоём запросе, что 10 съёмок, но 10 съёмок как бы тебе мир может организовать, но они будут по бартеру, там бесплатные для портфолио, ещё какие-то. Ну, да, они тебе в будущем перенесут какой-то профит, но в данный момент времени 10 съёмок есть, денег нет. Ну, то есть, как бы скальпироваться. Ну, я имею в виду коммерческие съёмки. Конечно. Ну, коммерческие тоже могут быть за разные деньги. Понимаешь, я тоже в дневнике самопрограммирования писала, что я Славу хочу. Мне как бы вселенная подкинула кота Славик, и я такая, ну, окей. В целом подходит, сначала положено. Вот, у меня будет к тебе домашнее задание. Ну, во-первых, ознакомиться полностью с матрицей, которую я тебе отправлю. А во-вторых, вот прям помечтать на максимум, да? То есть, ты сейчас мечтаешь из той точки А, которая у тебя есть сейчас. Весь смысл вообще построения реальности и мечтать из точки Б. Ну, то есть, не вот я сейчас, у меня вот как бы 5-2, и нет клиентов, и я не знаю, что делать. Вот, и когда будет 5 клиентов и съемка 25 тысяч рублей, тогда будет типа вау. А встать, вот поставить себя в позицию точки Б, когда ты там зарабатываешь определенное количество денег, когда у тебя классные, знаменитые клиенты, когда у тебя мероприятие, тебя прям с руками, с ногами. Они дерутся просто, ниглями в тебя кидают, чтобы ты их снимала, а не кто-то другой. Вот. Вот в тот момент себя поставить и оттуда прописать обратную лестницу. Ну, то есть, не я из точки А пишу, как я в точку Б пойду, а я из точки Б думаю, как я до туда дошла. Нет, ну, вопрос вот как решить, вот зарабатывать деньги, решить, напрячься, как вот это сделать? Просто вот посидеть и решить или что-то сделать надо всё-таки, там, какой-то обряд. Обряд, да, есть очень, очень денежный обряд. Сейчас вот прям ползнуть. Надо ползнуть видео, сходить за листочком с ручкой, писать обязательно той рукой, которой вы обычно пишете. Ну, право, лево, у кого какие. Вот. Я надеюсь, что вы уже вернулись к экрану и готовы записывать. Сам обряд. Необходимо на листе бумаги сверху написать, написать вопрос, зачем мне деньги? И на него ответить. Это самый денежный обряд, который приносит прям понимание, чёткое сознание и вообще, что происходит и куда я иду. Потому что пока нет понимания, зачем мне зарабатывать деньги, я не пойду в зарабатывать деньги. Ну, это то же самое, что мозгу сказать синий крокодил. Он такой, типа, очень интересно, нихера непонятно, до свидания. Вот. Когда у тебя есть понимание, зачем тебе деньги, причём это зачем, не должно быть, типа, я буду жить свою комфортную жизнь. Ну, нет. Не считается. Деньги нужны конкретно на что-то. Ну, то есть, я там хочу квартиру в Питере побольше, или не в Питере. Я хочу путешествовать 3, 4, 5, 8 раз в год, сколько ты хочешь. Туда-то, 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 туда-то. Мне на это нужны вот такие суммы денег. Я хочу там побывать там, я хочу сделать это, 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 это. Конкретно в суммах. Потому что пока нет чёткого понимания, о каких суммах идёт речь, зачем туда идти? Ну, то есть, вообще непонятно, куда идти. Это то же самое, что ты в чужом городе такая, так, мне нужно найти, у нас во всех городах есть памятник Ленина, я надеюсь, вот, памятник Ленина, и ты не вводишь в навигаторе памятник Ленина, типа, как до него дойти, чтобы тебя довело до него. А ты такая, поисследую город. И вместо там получаса езды до этого памятника, ты две недели шарахаешься по всем районам, но до памятника можешь так и не дойти. Вот, то же самое здесь с постановкой цели. То есть, когда ты понимаешь, зачем, когда ты понимаешь, сколько конкретно тебе надо, у тебя всё складывается само, умному, всё само. Небольшой лайфхак от Лены, который очень классно работает. Как-то Лена мне сказала, что если, ну, там, допустим, заводить копилку в Тинькове под какую-то конкретную цель, деньги начнут приходить. Я сначала, ну, такая, ну, конечно, ну, камон. И такая, скидываю в эту копилку, там, две тысячи рублей, пишу на айфон. Ну, что сказать, через полтора месяца у неё появился, там, 14 про, макс, ну, не 15, но всё же. Вот, потом я такая, ха-ха-ха, прикольно, работает. Скидываю 900 рублей на Мальдивы. В декабре была на Мальдивах. Последний раз я... Это всё магия? Не-не-не. Да, последний раз я загадала, там, на кофейню. Ну, в общем, я кофейню в январе открыла, 10 дней поработала и закрыла её, потому что оказалось, что кофейни — это не моё желание. Вот, и такое тоже не может быть. Я к тому, что, я не знаю, это магия? Или просто... Извините, а это именно Тинькофф надо, да? Ссылку в описании. Нет, на самом деле, любой банк, который вы спонсорите... Нам нужна срочно, мне кажется, рекламная коллаборация с Тинькоффом. Это история как раз про внешнее напряжение, да? То есть одно дело, когда я хочу что-то, ну, то есть я могу хотеть айфон в вечность, ну, то есть без разницы, если я его просто хочу, но если я приняла решение, что да, я его хочу, он у меня будет, и состояние, что у меня уже есть айфон, я такая, ага, он стоит там сколько? Ну, сейчас 100 плюс, 1000 рублей. Я завожу отдельный счёт в банке, благо это легко сделать, и любую сумму, хоть 100 рублей, хоть 10 рублей, хоть, не знаю, 5 рублей туда закиньте, но вы внешним напряжением, внешним действием показываете, что вы к этой цели готовы идти. Получаются какие-то ограничения, сильно раз половых Четанезиана не поймёт, сильно, тоже нельзя, да, конкретно. Ты же как это понимаешь? Ну, нельзя конкретно, ну, нельзя конкретно обозначать действие, через что тебе это придёт, нельзя конкретно обозначать срок, потому что мы не боги, мы не знаем, когда желание должно исполниться. Возможно, ты себе прописываешь, что я там в конце года получаю там миллион в месяц, а тебе вселенная такая, типа, ну, я тебе в следующий месяц хотела клиентский поток и коллаборацию организовать, ну, в конце года так в конце года, ну, то есть сама отодвигаешь эту историю. И зачастую, когда мы ставим чёткий дедлайн для исполнения желания, он, когда оно не сбывается в указанную дату, мы теряем веру в то, что это вообще возможно. А оно могло на следующий день исполниться, понимаешь, либо через месяц, но мы не знаем, когда будет тот благоприятный момент, когда это должно исполниться. То есть мы пишем деньги, сколько мы хотим, но никогда и никак они придут, правильно? Сколько мы хотим денег и на что? Если мы говорим про психологическую настройку и решение пойти в заработок, то да. Если мы говорим про конкретный бизнес и структуру, как это всё будет достигаться, то там уже чёткость должна быть. Но важно понимать, что если ты себе в декомпозиции прописала, что у тебя будет 10 клиентов в месяц, съёмка будет стоить 20 тысяч рублей, и по итогу это будет там минус налоги, минус там то ещё 150 ежемесячно ты будешь зарабатывать, то если ты вдруг заработаешь 137, а не 150, ну не надо расстраиваться, поэтому как бы здесь совсем прям в тотальность и чёткость цифры не надо уходить. Мало ли. Я не собиралась. Окей, нас уже 17 устраивает. Ну всё, начало пойдёт, да? Всё. Вон Ленар на Сочи копил, поехал на Мальдивы. Было, было и такое. Вот, но я думаю, что про бизнес-инструменты и чёткость декомпозиции уже лучше Александра расскажет, там более твёрдое инструмент. Твёрдое. Лен, ты нам настроение, состояние, надежду, веру в себя и во вселенную тоже, ты нам это дала. Давай ещё какой-нибудь подарочек от тебя, пожалуйста, можно там консультация какая-нибудь, там ещё как с тобой можно позаимодействовать? Я думаю, что так как реалити всё-таки акцентировано на личностное развитие, профессиональное развитие и деньги, по итогу-то мы всё равно и к деньгам хотим идти, то актуальнее для зрителей будет как раз получение консультаций по их конкретному денежному каналу, поэтому вы можете найти меня в соцсетях, мне написать, что я увидел тебя там в реалити, да, либо подкасте, и придумаем, я думаю, что-нибудь однозначно. Пишите мне, я рассчитываю ваш конкретный денежный канал, и мы с вами уже разбираемся, через что конкретно вам будет приходить тот заработок, который вы хотите. Лена, спасибо тебе огромное. Ну, самое время подписаться и поставить лайк этому людей. Лена, спасибо большое. Ну, мне очень всё откликается, это прям про меня, это разложил у меня в голове какие-то тоже там полочки разложились, обязательно выполню домашнее задание, и потом расскажу. Ну, у меня была вот история с дизайном человека, мне сказали, что я проектор, и я в какие-то рамки себе поставила, что я не могу сама что-то делать, у меня проектор, я должна ждать предложений. Я его ждала, ждала, а его не было. Вообще нет и нет, а я ждала. И поэтому, ну, а сейчас тут всё понятно, классно, что ты отвечаешь на вопросы, взаимодействуешь, и, ну, не только именно по матрице, а именно ещё всё равно важно смотреть на человека и понимать, ну, взаимосвязь с тем, что... Да, очень важно, на самом деле, себя любыми методиками не ограничивать. Если вы делаете разбор какой-то, да, я рекомендую прям несколько специалистов, матрицы судьбы, дизайн человека, астрология, посмотреть с разных сторон, но не ограничивать себя тем, что написано у вас в одном разборе, потому что бывают очень жёсткие рамки, и это тоже те шоры, которые вам не позволяют видеть все возможности в жизни. Александра, давай интриговать подарками, пожалуйста. Да, давай интриговать. Мы в конце сегодня будем разыгрывать классную книжку, которая поможет абсолютно точно всем, кто работает с клиентами, причём неважно, продаёте ли вы что-то там в крупной корпорации, занимаетесь ли вы продажей своих услуг, например, как Ангелина, да, или продвигаете себя как эксперта, или не знаю, неважно что, но эта книга точно будет полезна, нужна и очень сильно поможет вам, если вы этим занимаетесь. Так что не переключайтесь, оставайтесь и дождитесь, пожалуйста. Это будет довольно интересное, креативное задание, и книжку отправим по России любому комментатору, которого выберет у нас Ангелина. Я ещё буду. Ну, конечно, это тебе помощь. Ну, а сейчас настало время доставать блокнотик, и всё, и твёрдый бизнесовый инструмент, работаем, девочки. Погнали. Ну что, начинаем, да? Собственно, Ангелина, ну, во-первых, мне очень нравится и очень подкупает твой подход, собственно, к работе. Вообще, мне кажется, что мир держится на таких пассионарных людей, которые стремятся что-то менять, не стремятся засиживаться на месте, поэтому это очень круто и очень классно показывает себя как раз таки как эксперта. А как раз таки всё равно, как ни крути, несмотря на то, что мы заходим в достаточно жёсткие инструменты, нам нужно достать оттуда себя. То есть важно не попасть вот сейчас в такую, знаешь, не быть заложником вот этой истории, что ты была в найме, ты там ходила с троем условно, да, каким-то образом чему-то соответствовала, и поэтому сейчас наша задача не загонять себя ни в какие рамки, а как раз таки достать своё вот это настоящее, и мы будем много вокруг этого говорить. Поэтому нам нужно вот такую очень-очень тоненькую грань какую-то найти, где мы, с одной стороны, будем действовать по законам рынка, да, делать там один, два, три, четыре, пять, но, с другой стороны, не забывая о себе о том, что я сюда пришёл не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, уж простите, как за цитата великих людей, да, видимо. Ну и в том числе, да, но опять же, здесь тоже важно понимать, пахать, что есть пахать, потому что, когда я занимаюсь любимым делом, меня за уши оттуда не оттащить. Мы уже знаем о тебе, что ты трудоголик, поэтому давай нам... Ну, никто не признает. А кто здесь признает, что мы трудоголики? Никто. Всего 16 часов в день работы. Абсолютно. Восемь часов на сон, что вам ещё надо? Какой я трудоголик? Я нормально высыпаюсь. Хорошо. Собственно, здесь мы пойдём вот каким путём. Я вообще сторонник достаточно простых и понятных схем, то есть я не любитель изобретать велосипедом, делаю много нагромождений каких-то. Первое, что нам нужно, нам нужно покрутить головой по сторонам и посмотреть, как это делают другие. Ну, во-первых, вот здесь можно просто покрутить уже по сторонам, посмотреть, как это делают другие. То есть найти некую такую группу фотографов, всё-таки я предлагаю не распыляться по нишам, а именно своих, и посмотреть, как они продают, что они предлагают, как они себя позиционируют, как они себя ведут. Но здесь очень важно занять вот эту именно позицию наблюдателя. Ни в коем случае не валиваться в то, что ничего себе у них вот так вот уже, съёмочки-то у них там по 50 тысяч, а я-то и всё, и уйти плакать в подушку. Нет, не так. Просто понаблюдать, посмотреть, что они делают. На самом деле первое в любом случае действие, когда мы начинаем что-то новое, наша задача повторять. Ну, как ни крути. Вот хотим мы этого или не хотим, наша задача повторять, так, как делают другие. Если мы вдруг просыпаемся с какой-то вот такой идеей, такие, я придумал что-то новое, так никто не делал, сейчас я порву рынок, то, ну, 99,9% что идея фигня. Что рынок не порвётся. Что рынок не порвётся, может порваться только наша попа на британский флаг, может порваться наша психика, порваться может всё, что угодно, но только не рынок. Потому что если чего-то не делают, то, скорее всего, это уже пробовали делать, это не выстрелило. Смотри, важный ещё такой момент, точка всегда начала чего-то, это наше позиционирование, мы будем об этом говорить достаточно много. Одно из твоих домашних заданий как раз-таки будет прописать такой некий список преимуществ работы с тобой. чем ты хороша, в чём ты молодец, почему нужно работать с тобой. При этом здесь твоя задача, можно пойти двумя путями, можно самой сесть и прям прописать, но это подразумевает, что может быть сложновато. Я бы на твоём месте взяла 3-5 своих клиентов, каких-то, может быть, самых суперлояльных, тех, кто к тебе хорошо относится действительно, да, кто тебя готов поддержать и кто там рад всем твоим работам, это самая классная аудитория, и опросить их. Именно прописать некий такой список вопросов лучше, конечно, созвониться, не заставлять там людей заполнять какие-то длинные бесконечные брифы, это никто не любит, а вот именно созвониться, там, не знаю, на 10-15 минут задать некий список вопросов. Почему ты меня выбрал? Что тебе со мной понравилось? Почему тебе со мной комфортно? Насколько ты доволен результатом? В том числе можно запросить у них какую-то обратную связь и серию, чего ещё не хватило, чего можно было бы добавить, да, и таким образом прописать 10 преимуществ работы с тобой. То есть я такая-то, там, я, например, всё-таки мы знаем, что ты человек, уже знаем, да, что ты человек достаточно эмпатичный, я нахожу легко и быстро общий язык с разными людьми. На съёмке это супер важно, да, потому что ты сама прекрасно знаешь, как люди приходят на съёмку, они всегда немножко деревянные, им очень сложно расслабиться, и нужно время. И здесь очень сильно зависит от фотографа, насколько он вообще располагает к себе, насколько он готов вообще человека принять, да, показать, что да, я вижу тебя, и давай вот эту вот именно суть и будем доставать. Ещё одно задание, как раз-таки, которое точно, мне кажется, что могут сделать абсолютно все, у нас не только наши выгоды ложатся обычно в посты, но и те возражения, с которыми встречаются наши клиенты, мы встречаемся, да, когда они нам озвучивают. Эти возражения просто нужно собрать, и, по сути, разбор каждого возражения, вот у тебя отдельный пост. Какие возражения у твоих клиентов встречаются? Почему они, например, не хотят с тобой работать, не доходят до съёмки или не решаются на съёмку? Почему? Дорого, наверное, не видят ценности в этом. Основные ещё такие думают, что это сложно, то есть нужно найти что-то студию или что-то сделать, как-то сильно подготовиться. Какие ещё? Стесняемся всем и позировать. Ну, естественно, я деревянная. Я плохо на фотках получаюсь, да, вот это вот всё. Нет рабочей стороны, нету. Я никогда не фотографировалась, я не умею, это как-то там что-то вот это всё надо, там что-то, да. То есть возражений — это многое, и они все реальные. И самое важное — понимать, что действительно это те точки, которые нас отделяют от наших клиентов. То есть если мы это разделим на какие-то блоки, на какие-то посты, может быть, в отдельные темы, в хайлайты мы выложим, да, в Инстаграме, например, собственно, клиентам будет понятно, какая ты. Ты сразу становишься человеком-человеком, а не просто человеком-фотографом, да. С тобой классно, здорово, хорошо. С тобой можно разговаривать, к тебе можно идти. Нам всё равно нужно понять, там, условно, сейчас у меня там пять съёмок, условно, в месяц, да, я хочу десять. Очень важно не порваться в этом месте, да. Если я на следующий месяц себе ставлю там сразу десять съёмок, то вопрос сразу, за счёт чего, да, непонятно. Поэтому мы пойдём здесь последовательно. Нам нужно проанализировать, из каких источников у нас чаще всего приходят клиенты. Кто это? Клиенты по рекомендациям. Это клиенты, которые, не знаю, там, увидели что-то, да, в соцсетях. Ну, то есть какой поток клиентов у тебя чаще всего? Откуда они к тебе приходят? По сарафанному радио и с мероприятий каких-то. Я хожу на мероприятия, нетворкинги. Снимаю клиентов и, ну, с Инстаграма бывают тоже клиенты. Ну, то есть вот нам нужно вот эти вот потоки клиентов прописать. То есть какой у меня источник трафика сейчас клиентского, да. У меня клиенты приходят отсюда, 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 отсюда. Классно. Ну, и, соответственно, просто понять, как я могу этим трафиком управлять. Вот нетворкинг. Я могу больше ходить, например, на какие-то мероприятия? Ну, бог его знает. Ну, хотя, с другой стороны, если ты сейчас там в свободном полёте уже быть, можешь действительно больше времени уделить этому, да. Опять же, я ходила, допустим, раньше на два мероприятия в месяц. Сколько мне это клиентов приносило? То есть вот как бы бизнес-подход, он немножко занудный, но он даёт возможность как раз-таки всего разобрать по полочкам и действительно начать этим процессом управлять. Условно, я ходила на два мероприятия, мне это приносило, ну, там, не знаю, одного клиента, например, в месяц. Значит, что мне нужно двух клиентов приносить? Как будто бы мне надо на четыре ходить. Попробовать. Это в качестве гипотезы берём. Идём в этом месяце на четыре мероприятия. Сколько клиентов к нам с ним придут? Следующее, там, не знаю, там, сарафанным радио, конечно, управлять сложно, но, тем не менее, никто не мешает тебе своим текущим клиентам, например, скинуть какие-то специальные предложения. Да, придумать. Ну, как-то что такого? Просто можно их позвать. Можно придумать о том, что, там, не знаю, всегда можно найти какой-то инфоповод им написать, да. Потому что, как ни крути, вот даже в крупных компаниях мы сейчас всё чаще и чаще говорим о том, что работать на удержание клиентов – это гораздо выгоднее, чем привлекать новых. Ну, и такое, наверное, финальное ключевое задание, которое важно нам сейчас сделать, поскольку ты, я так понимаю, что всё-таки хочешь сделать больше акцент на съёмку для экспертов, на вот эту контентную съёмку непосредственно, да, то твоя задача сейчас будет прописать пакетные предложения для них. Да, ну, в общем-то, можно здесь не изобретать велосипед, идти просто по классике и сделать три пакетных предложения. Почему это важно сделать? Опять же, очень часто у нас не бывает продаж чего-то, то есть вот, ну, знаете, тут, наверное, все знают, вот мы встречаемся периодически с экспертами, которые, ой, я могу всё, там, скажи, что надо. Но здесь важно понимать, что для клиента это тоже очень большая работа – придумать, о чём мне надо. Клиенту гораздо проще, опять же, это, ну, знаете, как парадокс успехов маркетплейсов, потому что ты нажал на кнопку, завтра это приехало домой, всё. Ну, то есть тебе там не надо выискивать, что-то думать, а что купить, вот ты зашёл, всё, ты нажал. У тебя должна быть такая же история, да? То есть клиент должен нажать на кнопку, и вот всё, он это купил. Вот точно так же. Понятно то, что ты можешь для клиента собрать всё, что угодно, но клиенту сложно думать, клиенту не хочется, это лишнее телодвижение, это значит лишнее сопротивление, это снижение, значит, конверсии. Александра, подарки? Да. Ну что, про подарки. Собственно, пакеты тебе прописать нужно, и давай для этих пакетов дадим классные, интересные, яркие названия, потому что всё-таки съёмки для экспертов, создание контента, там, мне кажется, можно много всего накреативить, и тебе это даст возможность в том числе привлечь к себе внимание. Если будут какие-то яркие, необычные названия, то и клиент к тебе, ну, кто-то, может, с шуточками с какими-то пойдёт, ну и так далее. Это всё равно внимание привлечёт. Вот, но я тебя одну не оставлю. Мы попросим наших зрителей как раз-таки подумать, как могут называться пакеты для клиентов, которые приходят к Ангелине на съёмку. Ещё раз проговорю, это клиенты-эксперты, которые хотят создать контент для своих соцсетей, для своего позиционирования, да, то есть Ангелина будет очень любовно подбирать для них там и образы, да, и каким-то образом пытаться раскрыть их суть и сущность. И, соответственно, ваша задача – подумать, как пакеты для таких экспертов могут называться. Вот, собственно, ваши варианты пишите, пожалуйста, в комментариях. Ангелина, собственно, на тебе будет лежать ответственность выбрать самый лучший вариант. Ну и, собственно, победителю этого прекрасного конкурса мы подарим книгу. Можно уже? Можно. Да, да. Отлично. Мы подарим книгу, которую я нежно люблю, правда, считаю, что… Я про нее уже говорила, да, считаю, что это одна из основных классных таких вещей, в которых нужно разбираться, эксперту, который что-то продает. Книга так и называется «Работа с возражениями» Дмитрия Ткаченко. Это российский автор, я к российским авторам вообще очень хорошо отношусь. Мне кажется, что они классно умеют описывать реалии нашего бизнеса, без воды, очень так мясисто, нажористо, да, и очень-очень понятно. Книга классная, опять же, повторюсь, что «Работа с возражениями» это все равно, как ни крути, ключевая штука в работе с клиентами. Будь вы эксперт, вы из этих возражений нарежете себе потом постов в соцсетях, будь вы, там, не знаю, менеджер в корпоративной среде, вы закрывать будете гораздо больше. Книга классная, крутая, я настоятельно рекомендую, ну и обязательно помогайте Ангелине. В общем-то, я думаю, что нам будет это очень полезно, в том числе услышать ваше мнение. Когда выбираем-то? Когда? Ангелина, ну давайте в течение двух недель после выхода нашего выпуска. Хорошо, поэтому не затягивайте, пожалуйста, приходите в комментариях, оставляйте свои варианты. Сейчас самое время подписаться, поставить лайк и начать думать над названиями. Они у нас стандартные могли бы быть. Ну, базовый, какой-нибудь, стандартный, да. И ВИП, да, все любят ВИП. Вот, ну примерно такие же пакеты, но там что-нибудь давайте покривить, что это было прошельную императрицу, и вот это всё. Я думаю, это будет классно. Вот, ну и книга действительно классная, потому что Александра у нас практикующий, успешный специалист по продажам, и всякую попсню она нам тут рекомендовать не станет. Поэтому как ангелина. А книга российского автора ещё в разы эффективнее, потому что не надо перекладывать то, что они... Американская авторитет, да, вот туда-сюда. Девушки, я вам безгранично благодарна за интересную беседу. Просто я вот сижу и такая, господи, я на коуче, эзотерическом, продажном, маркетологическом разборе, и всё это в одном, и это было очень круто. Ангелин, я тебя прошу, расскажи обратную связь, что ты себе берёшь, что ты говоришь, вот категорически 12 энергия не моё, ну или там, не знаю, как... Это моя 11-ая. Моя 11-ая, там... Или там, Александр, может, что-то тебе посоветовал. Ну, на пакеты она уже подписалась, что-то было без вариантов. Там, анализ ца, фигня полная, вы это все делают, я по-другому хочу. У меня 10-й код, они сами ко мне придут. Вот, Ангелин, честная обратная связь. Что тебе понравилось, что берёшь с собой? Может, я как бы раз себя вела. Да, ты забыла про Александру. Александре забыла каверсные вопросы. Я заметила всё. Мы учтём это в следующих выпусках. А у вас там это, да? Взятка, что-то у нас на улицу. Ангелин, ещё раз тебе огромное благодарность, что ты вот у нас, во-первых, первая проходит, это первая. Это вообще очень круто и смело. И я надеюсь, что мы с тобой встретимся, либо обязательно запишем как-то результат, который будет через месяц. Я думаю, что девушки с удовольствием тебя поддерживают в течение этого времени. То есть ты можешь там написать, что-то спросить. Это вот обратная связь, прям мы будем тебя поддерживать и надеяться, что всё очень классно получится. Ну, уважаемые зрители, у вас, во-первых, а, книга на халяву. Очень крутая. Закреть их. Да, закреть их. Лена может провести прекрасную бесплатную консультацию. То есть вот эту вот эзотерическую часть вы уже можете немножко подзакрыть. У Александра есть прекрасное интервью по продажам, и там у нас была история с бесплатной консультацией. Да. Да, давайте её повторим тоже. Эта история вполне себе возможна, да. Более того, кстати, я бы даже, наверное, здесь расставила акценты, что очень часто бывает так, что мы в продажах даже работаем достаточно давно, но у нас всё время пробуксовки какие-то в одних и тех же местах. Я сейчас достаточно много стала работать с продажниками уже опытными, да, когда это уже скорее не наставничество, да, не обучение продажам, а это полноценный коучинг. Когда мы действительно понимаем, где мы буксуем, в каких вещах мы зарываемся, чтобы действительно, да, разобрать, посмотреть и это ликвидировать. Поэтому пишите, пожалуйста, такие консультации, да, для вас доступны. У Лены, кстати, тоже есть два подкаста, у нас же на канале тоже обязательно посмотрите. Там всё круто, интересно и волшебно. А ну, Кангелине в этом месяце, мне кажется, мы обязаны записаться на съёмку, потому что, камон, 10 человек. Всего. Всего, всего эти 10 человек. Ребята, это последняя возможность, когда вы можете сняться у фотографов, который работает всё ещё на таможне. То есть, таможенник, фотограф, так, дальше такого уже не будет. Не упустите, это возможно. Да, и туда, соответственно, будет услуг Ангелины ещё расти и расти. Это безусловно. Девушки, ещё раз большое вам спасибо. Дорогие зрители, спасибо за внимание. Увидимся и узнаем результаты Ангелины. Да, до встречи через месяц. Всем пока-пока. Пока-пока.